Приветствую, друзья! Вот здесь вот как раз произошло событие, когда президент России, он дал поручение по созданию ядерной энергии, энергетической установки для космоса. И вот наш профессор Астрецов, доктор технических наук, написал президенту письмо. Но уважаемый Владимир Владимирович, Вы поручили дать предложение по созданию ядерной энергетической установки для космоса. Я готов дать такое предложение. Данное предложение является абсолютно безальтернативным. Ничего другого, что можно было реализовать на практике, не может быть предложено. Это я готов доказать в любой аудитории с привлечением любых специалистов. Сегодня я веду обсуждение данного вопроса с рядом стран, в том числе и Китаем. Мне бы очень хотелось реализовать этот проект у себя на родине. С уважением, доктор технических наук, профессор Астрецов. Друзья, пожалуйста, поддержите это, подпишите это письмо. Да, Наташа, так надо сделать? Да, мы дадим ссылку в комментариях. Мы дадим ссылку там внизу, в прикрепленном комментарии. А я Наташу попросил. Она же была у Астрецова, делала интервью. И Наташа сейчас как приехала, она мне тут же сразу стала подбирать картины, которые называют шедевральными. Вот эту сразу сказала, шедевральная. Покажи еще вот другую, покажи. Покажи. Да. Покажи, Наташа. Сейчас, сейчас будем показывать вам. Это займет две минутки всего. Зато посмотрите несколько картин, которые мы к выставке готовим. Огородник Иннокентий. Да, шедевральная, Наташа сказала. У него глаз-алмаз в этом отношении. Я этого не знал. Я время... Лампа дает. А? Лампа дает тень. Тень дает. Ну, ничего. Наши друзья знают эти картины, просто я хочу напомнить. Итак, давай сюда, поближе. В ночь под Рождество. Так, давай еще. Да, она, так сказать, у меня цензор. Ходсовет. Это как мой сын Ален и Шейла, они тоже у меня ходсовет. И вот это тоже. А у него там последняя капля. Последняя капля, а глаз как горит. Ой-ой-ой. Да. Или последняя рюмка называется. Вот, давай еще. Это вроде ничего ты сказала, да? Да. А какая? А вон тут, дай-ка сюда, дай-ка сюда. Я для сравнения покажу картину, которую Наташа отвергла. Она сказала, надо ее дописать. Дописать. И я вот сейчас ее дописываю. Дописываю. Наташа сказала, ни в какую, ни на какую выставку. Вот такая у меня ситуация, когда я советую. У нас же есть формат «Коллективный разум», где вы можете писать свои комменты. Подходит картина, не подходит. Мы на определенных роликах делаем такое. И вы там пишете. И я потом все взвешиваю мнение и принимаю свое решение. И так мы создаем шедевры, друзья. Потому что вместе мы сила. И так, пожалуйста, продвигаем письмо Острецова к президенту. Потому что там уже из администрации он получил ответ, что находится на рассмотрении. Ответ будет получен. И мы тоже поддерживаем. Потому что чем больше будет поддержки, тем быстрее будет раскручиваться эта ситуация. Потому что только у нашего Острецова есть предложение. И по батарейкам, которые могут 50-60 лет работать на машинах и на авианосцах и так далее. Но много чего у него есть. Потому что он на каком-то там... Ну, короче, он изобретатель. Я-то не физик, поэтому я туда не вмешиваюсь. Но я просто его знаю. И поэтому я знаю, что он говорит дело. Итак, до встречи.